Самое большое оскорбление чувств верующих. Именно так Юлия Навальная охарактеризовала действия всех тех, кто 9 дней не отдавал родственникам тело ее мужа. 24 февраля вдова политика Алексея Навального выступила с новым заявлением. Алексей был искренне убежден, что надо быть хорошим человеком и не идти против совести. Что Бог – это любовь. Что уныние – это грех. Даже в своих письмах из тюрьмы он писал, что не испытывает ненависти к своим мучителям. То, что сейчас делает Путин – вот ненависть. Нет, это даже не ненависть, это какой-то сатанизм, язычество. ВСИН сообщила о смерти Навального еще 16 февраля, однако обстоятельства и конкретные причины его смерти по-прежнему остаются предметом дискуссии. Мать-политика Людмила Навальная в эти дни в Салихарде боролась за возвращение ей тела сына. Вчера же вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что у них известна причина смерти. У них готовы все медицинские и юридические документы, которые я видела, а медицинское свидетельство о смерти я подписывала. С момента установления причины смерти выдача тела не может быть задержана более чем на два дня. Так предписывает федеральный закон о погребении и похоронном деле. Этот же закон говорит, что родственники имеют право сами решать, где и как хоронить умершего, даже если он был заключенным. Я записываю этот ролик, потому что они начали мне угрожать. Глядя мне в глаза, они говорят, что если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына. Следователь Воропаев открыто мне сказал, время работает не на вас, труп разлагается. Я не хочу особых условий, я лишь хочу, чтобы все было сделано по закону. Я требую отдать мне тело сына немедленно. 23 февраля сообщалось, что ей выдвинули ультиматум – либо тайные похороны, либо оппозиционера похоронят прямо в колонии. Людмила Навальная отказалась вести переговоры со Следственным комитетом. Позже ее адвокаты подали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении местных следователей. Адвокаты считают, что их действия подпадают под статью о надругательстве над телом умершего. В День защитника Отечества к силовикам также обратился Фонд борьбы с коррупцией. Его представители обещают вознаграждение любому, кто поделится важной информацией по делу Алексея Навального. Любой информацией, которая хоть как-то связана со всей этой историей, любой информацией, которая способна дать нам хоть какие-то наводки, чтобы мы могли установить всех исполнителей путинских преступлений и отделить этих выродков от нормальных офицеров, которые не совершают никаких преступлений. В качестве вознаграждения фонд предлагает 100 тысяч евро и помощь с выездом из страны. Вернуть тело Навального его родным требовали люди и в России, и за рубежом. По данным проекта ОВД-инфо, соответствующее обращение в Следственный комитет направили уже почти 100 тысяч человек. Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать больше бесовщины. Вы нарушаете всякий закон. И человеческий, и Божий. Вечером 24 февраля стало известно, что тело Навального всё же отдали его матери.